На сегодня в стране функционирует 5 индустриальных зон. Дому Алматинской области, Ундрыс, ВКО, индустриальная зона Усть-Каменогорска, индустриальная зона Шымкент и Ордабасы. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» мы также реализуем проекты по созданию индустриальных зон в трёх регионах Казахстана. В Южно-Казахстанской области это индустриальная зона Шымкент, индустриальная зона Туркестан, индустриальная зона Кентау. В частности, индустриальная зона Шимкент расположена на базе бывшего фосфорного завода на территории 337 гектаров. И сейчас мы уже финансируем четвертую очередь ее создания из пяти его. В общей сложности выделено 4,7 миллиарда. Это яркий пример того, как создается зона. На территории ее реализуются 55 инвестиционных проектов на сумму 17,4 миллиарда тенге. С 2011 года ведется также строительство индустриальной зоны в Казалардинской области и промышленной зоны в городе Талдыкурган. В текущем году на финансирование пяти этих индустриальных зон в трех регионах выделено 2,5 миллиарда тенге. По информации Акиматов, также планируется создание ряда зон в 12 регионах. Поскольку вопрос для Министерства регионального развития новый, в данный момент мы определяем дальнейшие подходы по развитию индустриальных зон. Во-первых, понятия зон, цель и задачи четко прописаны в законе о частном предпринимательстве. Но, однако, основные требования к зонам больше нигде не конкретизированы. Мы предлагаем сейчас жестко прописать их в четвертом пакете изменений в дорожную карту бизнеса с преимущественной ориентацией индустриальных зон на малый и средний бизнес. Недавно мы внесли изменения в третий пакет ДКБ, где его ориентировали на малый и средний бизнес. Для крупного бизнеса мы сделали дополнительные условия входа. Что-то подобное мы предполагаем сделать и здесь. То есть крупный бизнес мы не отталкиваем от зон, но возможно, что какое-то возмещение инфраструктуры с его стороны должно быть оплачено. Возможно, будут какие-то требования по созданию новых рабочих мест. Всем инвестиционным проектам, реализуемым на территории индустриальных зон, предполагается предоставление комплексной поддержки в рамках инструментов дорожной карты бизнеса. В виде обучения, сервисной поддержки, субсидирования процентных ставок по кредитам и гарантирования. Вообще, для нас, наше видение, основная цель индустриальной зоны – это создание новых рабочих мест, повышение занятости. Во-вторых, недавно мы приняли концепцию развития СПК. В полном соответствии с концепцией, операторами индустриальных зон планируем сделать СПК, то есть управляющие компании. В данный момент мы запросили сейчас кадровый состав. По концепции предусмотрено, что на средний уровень зайдут выпускники Булышаха, кадровые управленцы. То есть в этом отношении работа движется. В-третьих, планируем привлечь Национальную палату предпринимателей в соответствии с законом БНПП тоже к участию в работе управляющей компании. В-четвертых, финансирование индустриальных зон предполагаем проводить в полном соответствии с приоритетами региональной политики. Упор будем делать на малых и моногородах с высоким и средним потенциалом с целью диверсификации их экономики. В-пятых, одновременно профинансировать все индустриальные зоны, конечно, нереально. В год планируем где-то 4-5 зон финансировать на конкурсной основе. То есть выработка стратегии, рассмотрение на Межведомственной комиссии по региональной политике, принятие решения о финансировании тех или иных зон. В-четвертых, мы не планируем какой-то жесткой специализации по индустриальным зонам, чтобы не отпугнуть инвесторов, чтобы туда пришел малый и средний бизнес. И, наконец, обязательное софинансирование. Минимум 10%, но, возможно, по зонам мы будем увеличивать софинансирование. Все эти требования, уважаемый Сергей Никмедович, это для индустриальных зон, где идет софинансирование с бюджета. Предполагается также активно использовать потенциал государственно-частного партнерства, создавать частные индустриальные зоны. У нас уже есть этот пример, индустриальная зона домов, в Ордобасы. Здесь мы будем применять новые механизмы господдержки на сегодняшний день. То есть будем возмещать создание инфраструктуры до 50%, может быть, больше, предоставлять земельные участки на льготных условиях, возмещать за каждое создано рабочее место в этих индустриальных зонах. Кроме того, планируем подключиться к финансированию крупных градообразующих компаний в моногородах. На самом деле, для создания инфраструктуры к зонам небольшие деньги требуются, я думаю, что поддержку мы здесь найдем. Создать все сети небольших индустриальных зон в городах, не обязательно они должны быть крупными, на базе пустующих площадок. Таковы на сегодняшний день основные подходы. В течение ближайших двух-трех недель мы планируем все эти зоны посетить, переговорить с акиматами. На эту неделю, на пятницу уже запланировали совещание с СПК. Благодарю за внимание, просьбу поддержать.